С наступлением первых теплых дней баба Лида взялась за огород. Вскоре будет сажать картошку, лук и свои любимые цветы. Но пока собирает на нем богатый урожай осколков и гильз. А я их собираю и выношу, собираю и выношу. Их тут полно. Сколько их тут? Ну я уже вынесла, ведра два или три вынесла, точно. Потому что цветы, я боюсь, что они отравятся. Лилии вообще нежные цветы. Ее муж Петр Петрович собирает экземпляры покрупнее. Кто найдет трубу от ручного противотанкового гранатомета. Это просто оставил как память. Внук, внук это будет, будет внуку память. То натовскую каску погибшего украинского солдата. Вот оно входное, вот оно выходное. Тут фамилия указана, где-то вот здесь вот. Лагалинский. Лагалинский какой-то. То массивные обломки града, прилетевшего прямо во двор. Боеголовка, конечно, разорвалась. Тут крылышки же вот эти отстегаются, когда выстреливают. Вот это вот такие гостинцы у нас. В городе начали открываться магазины. Ассортимент небогатый. То, что осталось на складе до введения экономической блокады. Крупы, сухари, овощи, вода. Тут колбаску хотят, тут мясо, ну пока же с этим, пока завезут все. Вообще, яички спрашивают, сыры, ну все такое хотят. Вот масло сливочное, масло растительное, с этим вообще напряженка. Покупателей немного. У людей нет денег. Бесплатно можно получить российскую гуманитарную помощь. Ее выдают на центральной площади. Сегодня завезли детское питание. Люди, ну не толпайтесь, пожалуйста. В нескольких социальных столовых бесплатные обеды. Хлеб выдают без нормы. В день расходится по 200 буханок. Борщ на первое. И каша с тушенкой, да. Борщ с мясом тоже. Салат с капустой и чай. Вкусно, очень вкусно даже. Спасибо, очень вкусно. За две недели с момента освобождения коммунальщики в Дебальцево выполнили колоссальный объем. Работы. Расчистили все дороги, убрали сожженную бронетехнику, строительный мусор, сотни поваленных взрывами деревьев. Восстановили электросети, подключили детский садик, больницу, хлебозавод, администрацию, десятки жилых многоэтажек. Следующим этапом будет восстановление разрушенных домов. С началом войны из всех соседей Николая в доме остались только трое. Самые стойкие. Но узнав о том, что город начали активно восстанавливать, уехавшие уже собираются вернуться. Быстрее, чтобы было, конечно, чтобы тепло пришло, и свет, и вода, работа, чтобы была. Ну, чтобы нормально жить, чтобы была, чтобы трудиться, как говорится, на благо своей страны. Когда это случится все? Ну, как когда? Желательно, чтобы сегодня или завтра. Чем быстрее, тем лучше, конечно. Евгений Голованов и Станислав Скрипник. НТВ. Дебальцево. Донецкая Народная Республика.